итак всем привет дорогие друзья с вами кузьма и мамикс дорогие друзья с вами кузьма кредит и у юлий смешнешка как всегда непревзойденное вступление наших роликов где один не может выслушать другого и постоянно перебивает ведущего но мы справимся с этим небольшим недоразумением дорогие друзья и вести эту передачу сегодня мы будем тестировать новый формат на моем канале доселе никогда не видевший русский интернет засмеялся проиграл ты слышал об этом что-нибудь немножко мы будем смотреть смешные видосы которые сейчас веселят людей которые занимают в грустные будни сердца маленьких девочек и мозги маленьких мальчиков и будем не смеяться пытаться но я думаю даже не надо будет пытаться друг то засмеется тот что как он проигрывает есть стекло йоу какой интересный челочек сразу приводит к знахарке и детей не комплексные эмоции мне смешно мне грустно и меня это злит почему злит потому что есть мамашки которые верят в эту дичь женщины вообще во всю эту дичь верят я не против веры когда она помогает тебе успокоиться мнение я говорю не про веру как бы в господа нашего иисуса христа спасителя да это пожалуйста это главная вера все-таки как-никак я говорю про другое я говорю про именно бабок поветух да потому что ребенок то не вылечится а мне мама сказала что когда мне было два года у меня чё-то было ну вот проблемы какие-то и меня повели вот каком-то чё-то таком он что-то так вот так вот поделал я сказал ребенок здоров в будущем у него могут быть проблемы с определенными областями вы за ними следите и еще он там предсказал будущее он видно был слэш целитель слэш предсказатель будущего он распределил статы распределил статы да эти люди они понимаешь к ним ходят люди максимально отчаявшиеся которые все уже медицина не помогает религия не помогает и они все ведут от к бабки которые так на попей приводит к знахарке и детей для бабули у нее довольно много слюней она видимо с самого утра копил чувак бабки врут всегда на самом деле бабки здоровы они вот говорят типа мне так плохо я скоро умру а сами блять 6 утра блять в народный за картошкой только так еще они очень слюня они еще драться умеют охуительные бабки все врут все они здоровые ходят к врачам просто попиздеть с кем-то ой посрал блять на поле я-то запомню я нажрался тут еды мясо ебанул там че-то гусы ебать че-то вот так шел шел как проперло а тут такое отрешение блять открытые просторы блять ой я вчера тоже хинкали заказал зелени пожрал так хорошо сегодня прям срал 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 так густо полутвердо полутвердо много такая колбаска хорошая у нас тут рубрики вангомас интересует хорошо посрал быстро, плотно и качественно я расшел бы это был быстро, плотно, качественно это крыса это хомяк я думаю хомяк крыса это просто хомяк у меня был хомяк у него глаза вытекли грустная история на самом деле сначала он задавил своего брата весом и тот задохнулся а у второго хомяка я утром встаю у него глаза наружу не понимаю что произошло какого хуя вечером возвращаюсь все глаза вытекли ужас ужас да страшная хуйня была я ему усыплять ходил а он без глаз был вообще без глаз только жил бы без глаз нет там крови было полно короче после этого никаких нахухомяков я заводить в жизни не буду потому что блять ебучий хомяк маленькая хуйня живет 3 года но ты привыкаешь к нему любишь его уже и он все так нужно сразу следующего заводить а я даже не знаю что произошло то есть нету я посмотрел у хомяка вытекли глаза написал в гугле пишу периодически раз в два года вдруг и чего есть такой случай ни одного случая ветеринары если вы нас смотрите скажите с чем могло быть связано хома мой блять любимый беленький такой классный взял блять поиспо лишился глаз никто его не тыкал никто его не обижал наша семья обожает живот может это брат его он убил брата до этого он брата убийца его наказал я заценил классно реально прикольно он по сиськам его ударил? да не одобряю почему по моему очень не одобряю друзья осуждаю и считаю что автора этого видео нужно посадить в тюрьму если это два совершеннолетних мужчины которые просто любят танцевать и хорошую музыку то пусть бьют друг другу по сиськам главное чтоб нас не трогали в этом есть логика я бы оставил каким-то депутата брат все помешались на этом танцоре рекорде милосе а прикинь ему вообще не понравилось все что происходит говорят это фейк вот который типа не понравился что он там суд хочет подать я слышал что это фейк от кого? из комментариев в этой новости знаешь я перестал читать комментарии потому что ну я имею ввиду вот если есть новость какая-то я не читаю к ней комментарии комментарии вообще хуйню содержит чувак там очень много мудрых вещей пишут 2,3,4,5 блять чтоб бот не удалил коммент да вот это все хуйню а знаешь где вообще тупые комментарии в лентаче просто пиздец ой это грустное видео не хочу смотреть как надо этим смеяться потому что гена плачет он не плачет тут это табуретки а я просто у него есть видео где он смотрит фото жены и плачет нет здравый я могу могу запрутиться пропускопы и натука пропускоп лёта скоро наш альбом по майнкрафту в стиле рэп и еще там будет приглашенная звезда Геннадий Горин да и Гительман а мы в стиле рэп будем петь что-то в стиле рэп что-то в стиле диско это сан-франциско в майнкрафте у нас вообще очень суперский альбом то есть там будет все песни разных стилей ну че мы захотим то и будет на самом деле класс для одной нам бит Элтон Джон напишет а в одной Геннадий Горин да там как бы полтрека Элтон Джон полтрека Геннадий Горин а Геннадий Горин знает об этом? Геннадий Горин будет писать после Элтона Джона поэтому с другом с этими не ладят ну тупой думаешь нет я думаю Геннадий Горин святой человек никаких проблем не будет ну как он мощнит ну мощнит ну мощнит Геннадий Горин я так считаю мне кажется он оставит такой огромный пласт видео после себя я не знаю что это станет вот прям основой всей российской интернет культуры современной я думаю я думаю его признают далеко в будущем как многих авторов великих ну то есть ты имеешь что на серьезном уровне признают да 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 то есть будут рассматривать его ну я понял как этого который дрочил блять в бочке философ то я понял ты понял да? который в бочке жил который Александр этот не подошел Невский хотел сказать македонский типа это проси что хочешь он такой отойди типа свет загорает да 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 диаген вроде как а может да какая нахуй разница блять а че вы доебались блять похуй кто диаген минус фен блять и вивану нам поебать мы за Геннадия Горина мы мемы смотрим мы смотрим философию фриковства блять парни прикиньте сейчас короче захожу в магазин блять на первом этаже где булкер ей блять чертила ко мне подходит такой блять дружище хочешь я тебе упаковку пряников дам я говорю блять в смысле даже бесплатно что ли он говорит да бесплатно блять но взамен говорит на это я хочу потрогать твой член блять погладить слушай а я знаю где реально тебе дают не пряники а шесть с половиной тысяч бонусных рублей неужели ты говоришь о компании 1x да где самые высококвалифицированные крутые работники широкая линия и высокая надежность дорогие друзья ссылочку на их сайт вы обнаружите в комментариях под этим видео регистрируйте а прокомментировать что ну дал бы потрогать погладить а он может и дал потрогать погладить давай узнаем пиздец блять я говорю ты че горит я знаю он сейчас поднимет и пряник укусит иди нахуй со своими пряниками долбоёб блять а это забавно забавно то что ты угадал панчел и уже не делает это забавно я максимально объективен ну слушай для него неплохая шутка что значит для него то есть ты считаешь что это человек как ты психически это пизженная шутка я вообще считаю я думаю этот человек я слишком глубоко зашел и не знаю что сказать батя бутыл кап челлендж нахуй не но по-любому есть но было бы круто если в конце он бы еще прыгнул на бутылку жопой ты видел как виджелинк прыгает на бутылку даааа давай покажем ребята я думаю ребят это самое одно из самых крутых виджелинк буквально все таки человек гений человек вот который родился не в том месте не в то время виджелинку бы родиться лет на тысячу пораньше или позже или позже не геннадий горин мне кажется вот геннадий горин выглядит как президент какого-то очень далекого будущего как представляешь пришельцы приходят с ним на переговоры он такой дааааа хочу видеосвязь и по видеосвязи он и брат Гешка но никто не хочет спать я хочу еще я хочу еще лезется ко сну но никто не хочет спать я хочу я себе блять он сам испугался от того насколько он серьезно это сделал чувак а вот просто что в голове вот прикинь он что-то там делает делает а он такой типа видит бутылку он такой да похуй один раз живем блин на свете и просто берет прыгает на нее и прям так точно эх где сейчас озон где мазоха прошли те времена а прошел уже год год назад терпило озон был или даже раньше может даже полтора года назад полтора года ебать ребята как быстро время ее просто ах ах ты это сделал Никита я это сделал благодаря магическим способностям которые мы приобрели потому что одели свои фирменные мерч шмотки дорогие друзья конч за 500 мерч балдеж самый лучший видеоблогерский мерч это наш мерч это мерч Кузьмы а это мой мерч это не просто шмотки это вот именно наш мерч покупайте по ссылочке в описании непревзойденный дизайн элегантный шрифт уже 48 лет на рынке мерч балдеж и мерч Кузьмы легкие и пули непробиваемые это факт нас как-то обстреляли и мы выжили ребята поэтому политики закупайте это максимально много да ссылочка в описании когда рассказываешь новые каблы когда натирают обувь когда бежишь на свидание когда купил новые лобутены когда на улице дождь а ты не хочешь мочить прекрати мочить коры ты что кор я просто работаю я просто красавчик я красавчик а не скрывай этого я не легенда он не легенда он красавчик просто красавчик все таки я считаю если тебе скучно жить заведи кота Да. Кот всегда веселье какой-то устраивает. Или венерическую болезнь. Так много дел появится сразу. Кота или венерическую болезнь? Это была смешная шутка. По-моему, да, охуительно смешная. Подожди секунду, мне надо позвонить. Куда? Президенту шуток? Нет, мне нужно позвонить в хранилище юмора. Мне кажется, там должно быть свободное место, чтобы ее могли засунуть. Алло, это я, Кузьма Гридин. Юлик тут пошутил, можешь сказать им, как шутка звучала? Я так много шуток сказал. В общем, если вам скучно жить, вы можете завести кота, и потом Кузьма добавил или венерическую болезнь. Как вы думаете это? Они сказали, это не смешно. Вот так, Кузьма, пошутил. Я у них на хорошем участии. Ну, зря ты, конечно. Все, теперь не дадут кредит на шутку. Я их перезвоню, наверное. Не надо звонить, брат, надо ролик делать. Анечка, что эти видео и закончатся. Пиздюк, блять, доигрался. Были такие петарды, я не знаю, есть ли они сейчас или нет. Они не как петарды, это фейерверки. Вот они были вот такого размера, с длинным фитилем, и как бы в наборе их было 6 штучек и труба. Кидаешь ее в трубу, в фитиль поджигаешь, отходишь, а она вверх, типа. А мы пиздюки были тупые. Короче, ее поджигали и просто оставляли на земле. Да, просто пиздец какой был взрыв. Но было весело. А мы брали мощные петарды и в бутылки стеклянные засовывали. Ну это все делали, чувак. Ну вот фейерверк на земле взрывать. Недавно в Беларуси люди пострадали. Осколочные гранаты из стекла. А еще мы их на дерево подвешили, чтобы они... Как дождь был из осколка. Слушай, а вы телевизор, если на помойке пузатый ставил, камни кидали в него? У нас, поскольку были не многоэтажки, а одноэтажные домики, у нас не так много людей жило, чтобы так часто телевизоры выбрасывали. Не у всех телевизор, а ты, блядь. Не, телевизор, типа, вот когда пузатый телевизор, все, весь двор собирался и все камни кидали, чтобы, блядь, он взорвался. Но мы это компенсировали тем, что мы бутылки в костер кидали, шифер в костер кидали, карбит взрывали. Да, чешгли? Да, помните, как весело было. Ребята, ничего из этого не повторяйте. Вы останетесь без глаз, без пальцев, вам осколки снимут кожу с лица, и вы станете уродливым. И даже дорогие шмотки вас не способны. И папа с мамой будут плакать просто смотреть на своего сына, блядь. А они вас в детдом отдадут. Так что, ребята, не повторяйте из того все, что мы сказали. Вот такую смелость проиграла. Не заводите жену алкоголичку еще, это тоже плохо. А если завели, ебите. Я занят видос записываю, как я позвонил вообще. Ты позвонил кому-то? Я вижу, что по-настоящему кому-то позвонил. Никита звонит. Я занят видос. Окей. Окей. Не могу говорить, записываю видос. Ну ты сам позвони. Все, давай. Вот так этот небо появился, наверное. Сколько раз мы это видео уже смотрим? Короче. Уже он не становится. Отличное видео. Ну это же не честно, она откручена уже. Ебаный в рот. Ну это монстр какой-то. Это школьник, блядь, это не настоящий хуй. А вдруг настоящий? Не, братан. Он бы если стоял, он как бы, ну... Так он не стоит, это... Болтающийся такой хуй? Нет. Это фейк. Это видео, ребята. Фейк. Вообще, я вам говорю, все, что длиннейше 4 сантиметра, фейк. Фейк. У нас по 4 сантиметра. И что? Это максимум для мужчин. Это нормально, девчонки? Вот такой. Как у младенца? Убийца. В смысле, как у настоящего мужчины? Смотрите, какой гигантский, толстый хуй. Вот такой он, девчонки. Вот такие у нас писюны. Ставь лайк, если у тебя такой писюн. Или если ты хочешь такой писюн. Ну, у меня, честно скажу, на сантиметр побольше, чем у юлик. Так, все, проверяем. Растегиваем. Ну, ладно. Паша, блюрь. Блюрь. Охо. Ё-мо-ё. Ну, я показывать не буду. Круто, да? То, тоже. Скоро, вот знаешь, есть видос, где Задорнов такой жопой стоит к залу и вот так вот смотрит, типа. Да. Вот скоро вот мы до такого. Интересный факт. Это видео делал Дэн Шмальц. Хуйня какая-то дебильная, блядь. Не знаю. Сэ-сэ-сэ. Маленькая моя. Блядь, я помню этот видос. Это очень старый видос. Удивительно, что он сейчас появился. Маленькая моя. Доброе утро, родная. Я на работе, уже приехал. Начинаю свой рабочий трудовой день. И как-то получилось, его девушка такая, ха, ну и чмок, выложу. Отправлю всем. Ну, видимо, да. По экопорту. Сладкая такая, Сонечка. Так хочется с тобой рядышком сейчас побыть. Целую тебя. Обалдеть. Блядь. Обалдеть. Маленькая моя. Ну, кому это не будет приятно. А она такая, типа, это. Сейчас, подожди секунду. Давай, забей. Слушай, ну, я думаю, дальше нет смысла смотреть. Да, что-то хуйня какая-то. Ну, ЛАД! Ну, ЛАД! 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 Меня подъебали, Влад. Многие из этих видосов фейк. Я вообще считаю, это настолько неинтересно, что... Кто будет фейки делать? Это то же самое, что, блядь, клип про спиннеры записать. Какой долбоёб может... Во, клип про спиннеры это... Это искусство. Ты, блядь! Дай мне! Что за хуйня? Такая всегда хуйня с кошками, а они вообще... Ну, а чё, ну, крала одну картошину, пусть скушает. Чё такого-то? Нет, как по мне, я тебе честно скажу. Пусть животные жрут, чё они хотят, блядь. Животные вообще на улице должны жить. Ну, по факту, по факту. На улице должны жить и жрать вообще. Мыши и всё такое хуйня. Я, наверное, шёл рядом с мусоркой и видел двух, ну, я не знаю, это панки, наверное. Панки? У одного был ирокез розовый, второй тоже как-то маргинально выглядел, но одежда нормальная. Они, короче, в мусорке ковырялись и прям ели, прям на мусорке. Я такой, кс-кс-кс, ну, я такой по ирокезу погладил, дал. Пять рублей. И отправил. Слушай, недавно со мной это произошло, кстати, реально нагло хуйня. Я вот сейчас реально не анекдот пересказываю или не мемаз какой-то. Стоит чувак, блядь, подходит ко всем. Пять рублей есть, пять рублей есть. Подходит ко мне, говорит, есть пять рублей? Я говорю, у меня только карточки. А он говорит, отправь на карточку. А они все так делают? Все так делают? Уроды ёбаные, блядь. А надо говорить недавно. Надо заведи себе кредитную карточку. ВЛАД! Пока еще не готов. ВЛАД, я наебал тебя, ВЛАД. Ну, знайте, в любой момент. Надо завести карточку тебе. ЛАДНО, я опять подъебал. ЛАДНО, это шутка. Продать могу. Если у него, блядь, есть карточка, завел бы кредитную карточку. И, блядь, там же можно в кредит брать деньги. А знаешь что, лучше работать пошел. Ну, кстати, что ты бывает. Или друзей завел, чтобы друзей в долг брать. А с карточкой Синькоффа друзей. Я не знаю, ребята. Просто резко дизлайки, а они такие в два раза. Они такие, поставь, не, ладно, лайк, блядь. Заебал, ладно. Заебал, блядь, сука, заебал. Я обожал этот мультик. Хороший мультик. Я не весь его посмотрел, но я его обожал. Я сезон в 7 посмотрел, потом просто срань такая началась. Потом они, конечно, и срань вышли, но уже скучно было смотреть. Знаешь, кто мне больше всего оттуда нравился? Картман. Картман? И этот, папа Стэна. Классно. Звоним, звоним, нужно еще место для шуток плохих. Ребята, он не может успокоиться. Юморист. Неплохой мэм. Мэм смешной, мы заценили. Хороший мэм. Этот можете не удалять. Лайк. Хеллоу, мэйби, хеллоу, манни. Я когда увидел в первый раз в своей жизни, это когда мне было года три, я, ой, я так смеялся, я думал, господи. Шапа танцует. Я думал, как это смешно. Как это вообще охуенно. Я прям вообще упал. Ничего не хочешь добавить, брат? Хе-хе-хе. Трое мне? Хе-хе. Опа, челлендж-то закрыт. Скоро, Майнкрафт Альпом. Летс плей по Майнкрафту на наших каналах. Сияет светом чёрные глаза. В осени повернёмся летом чёрные глаза. Чёрные глаза. Какая хорошая песня. Подожди секунду, я добавлю. Ребят, подождите. У меня нет других. Сейчас я эту песню найду, и мы продолжим. Если честно, то это просто любой город с синим фильтром. Я смотрю и узнаю свою школу и всякие такие штуки. В жизни нет синего цвета фильтра, через который ты всё синим видишь. Жизненно, жизненно. Всё из жизни, ребята. А у тебя телефон хоть раз пиздили? Телефон нет. У меня, у моих знакомых много, у кого пиздили. И вот Антон, он же тоже в Питере родился. Я у него спрашивал. И он говорил, у него тоже, у него пиздили, во-первых, телефон. И у его друзей многих тоже пиздили телефон. Отнимали, в смысле? Отнимали, да. Это такая странная хуйня. Вот ты идёшь после школы. Это была, кстати, норма вещей. То есть вы не думаете, что это было что-то из ряда вон выходящее. Ты просто идёшь после школы, к тебе подходят два чувака. Вот так вот, блядь, берут, сжимают тебя и говорят. Всё, у тебя в карманчике, мы видели телефон. Доставай. Ты отдаёшь телефон и всё. А ты такой, я его налимонил, я его обхуй тёр, и вы зашкварину будете, если возьмёте. А они такие, блин, не по понятию. И ты такой, я вообще всего себя налимонил. Я очень гибкий. Побьют ногами, как петуха. Хуй им потёрся обо всё. А мы виноваты, показывают всех хмурыми, одутловатыми. А потому что у нас солнца нет, у нас тучи над всей Россией. Тучи, да. Тучи ужас, блядь. Лос-Анджелес, а у нас тут так много солнышка. Урод, ненавижу, блядь, Юлик. Ярость, надо, когда солнце верёвками обмотать. Это будет наш с тобой законопроект. И к нам. Побольше солнца, потому что в Питере, извините меня, две недели, блядь, тучи. Чё за хуйня? Почему люди хмурые такие? Вот вам... Туча! Туча. И всё. И всё, это единственное. Уберите тучи, всё будет хорошо. Согласен. Лайк. Юлик, лайк на солнце. Ты чё, хуйня? Лайк, иди, 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 иди. Не смешно. Да, не смешно. Ебать, а почему? Один толкнул другого, другой толкнул третий, третий, четвёртый, четвёртый, первого. Подошёл к концу. Новый формат «Засмеялся, проиграл» на канале Кузьмы. Сидим и нех... А, то есть, да, засмеялся, проиграл. Если вы хотите... Как? Сидим и хохочем? Хороший название. Сидим нихуя не делаем. Ребята, сидим и хохочем. Новый формат на канале Кузьмы. Если вы хотите увидеть новую серию «Сидим и хохочем», надо поставить лайк под этим роликом, и мы запишем с Юликом. Подписаться на оба канала. Кстати, хорошая идея. Я напоминаю, что я сейчас представляю оппозицию Влада Бумаги, я хочу стать самым быстрорастущим блогером в России. Поэтому надо подписаться в первую очередь на Юлика, потому что он мой друг приглашённый, и так друзья делают. И на меня, конечно же, чтобы максимальная активность. Оппозиция Владе Бумаги. Чтобы никто не занял второе место, я готов быть вторым самым подписываемым каналом. А почему бы и нет? Ну, в общем, пока. Как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова